Дорогие зрители! Сегодня в студии мы пригласили его по двум причинам. Во-первых, поговорить с ним как с композитором. Во-вторых, сообщить вам приятную новость. Такую, как вышла авторская пластинка Эльдара Мансурова. И сегодняшняя наша встреча своего рода презентация этой пластинки. Эльдар, в связи с выходом этой пластинки, что ты можешь сказать? Я считаю, что каждый композитор должен выпустить свою пластику. Хотя у нас здесь, в Баку, очень трудно с этим. Видимо, у тебя были какие-то проблемы? Не, ну проблемы как бы. Не только у меня, мне кажется, у всех музыкантов проблемы с выходом пластинки. Потому что очень долго приходится ждать выпуск этой пластинки. И потом попасть в список в Министерство культуры. Кто-то, допустим, для выхода пластинки надо обязательно, чтобы ты был в списке. Там надо ждать по очередности и так далее. Но, несмотря на все это, я благодарен Министерству культуры, который счел возможным выпустить на данном этапе мою авторскую пластинку. И в составе песен. Это у меня вторая авторская пластинка. Первая у меня была камерная музыка. Это, значит, пластинка у меня сейчас песенная. В эту пластинку, значит, вошли песни в исполнение Бриллианта Адашевы, Франгис Радимбековы, Джохара Бейбутова, Айкин Тиазимовы. Это, в принципе, песни последних лет. Ильдар, расскажи, пожалуйста, о своих творческих планах. Над чем ты работал, над чем собираешься работать? Честно говоря, в последнее время я очень много работаю в жанре киномузыки и театральной музыки. Как-то на песни сейчас времени не хватает. Ну, все равно, опять-таки, стараюсь почаще как-то при возможности писать песни. В основном ты пишешь музыку к спектаклю, к кино? Да, к кино. Там, правда, тоже приходится писать очень много песен. Вот, например, сейчас я написал музыку к фильму Рамиза Азизбели, режиссер Онг, и сценарий также, на пьесу Вагима Самедову «Back to See You». Там, кстати, у меня несколько песен в этом фильме. Потом, значит, для Тьюза написал спектакль, там тоже очень много песен. Ну, в общем, песни в моем творче все время присутствуют. Главное место занимает? Ну, правда, я себя не причисляю чисто так песенного плана композитор. Я пишу всякую музыку, то есть и симфоническую, и сценическую, и камерную музыку. Ну, естественно, песни тоже. Песни, я считаю, что каждый композитор должен писать песни, потому что песни — это единственный такой массовый жанр. Например, симфонический жанр, камерные музыки, жанр. Ну, бывают такие слушатели, которые не любят эти жанры, их не слушают. А песни так, что их все слушают. Эльдар, ты как раз из тех композиторов, которые любят работать с молодыми исполнителями. Что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, я вообще, честно говоря, люблю, грубо говоря, черновую работу. Молодые исполнители — это тот материал, с которым надо работать очень серьезно. Например, есть готовые певцы, профессионалы. С ними где-то легче и трудно. Например, им даешь песню, они уже по-своему, то есть у них есть сложившийся стиль. Они поют в своем сложившем стиле этой песне. То есть от своих, допустим, каких-то чисто авторских замечаний, проблем, где-то они отходят и начинают свое что-то в это дело, в песню вставлять. А молодые исполнители такие, что фактически им как азбуку учишь. То есть стараешься через них дать песню то направление, которое именно ты сам хочешь. Вот в этом плане молодые, очень хороший материал. И вообще я люблю с молодыми певцами работать. Я, честно говоря, за это время, ну, не буду преувеличивать. Наверное, человек 20-25 молодых исполнителей, в общем, перевидал. И эти ребята сейчас все фактически стали популярными. Назвать можешь? Почти все. Ну, назвать могу там Фай, хотя бы Фай Каграев. Человек стал лауреатом в Витебске. Здесь был на пакинских всяких фестивалях, конкурсах лауреатом. Потом, вот, Маэля Алиева сейчас, вот, очень перспективная певица, очень музыкальная девочка. Есть, понимаете, много молодых исполнителей. Я просто могу назвать многих, например, они, допустим, начинали у одного автора, потом переходили ко мне, значит, со мной работали. Я, например, сам всегда стараюсь молодых исполнителей. Они приходят, начинают, что нет, это нормально, мы только хотим ваши вещи петь. Я говорю, нет, так нельзя. Любой молодой певец должен петь с разных авторов, как композитор. Я считаю, любой композитор, он должен давать песни совершенно разным певцам. Потому что, если писать для одного человека, это получается такая однобокая линия. А когда, значит, у тебя поют такие певцы, как Бриллиант, даже как Флора Керимова, как Му Борис, как Джафар, то есть остальные, у каждого свой стиль, и каждый по-разному поет твои песни. То есть это очень приятно. И поэт мне всегда молодым авторам фактически помогаю и, значит, их направляю в том плане, что, например, человек поет чисто европейского плана эстрады. Я его, значит, стараюсь направить, допустим, в таком композиторе, который именно в этом плане хорошо пишет, то есть в европейской эстраде. Есть, например, человек, который хочет петь, допустим, эстрадную вещь, но он чисто народного плана эстрадный. То есть, опять-таки, от индивидуума идет все это. А сейчас мы бы с удовольствием послушали песню из этой пластинки Эльдара Мансурова и Нанрам Севгия в исполнении Ферангизра Гимбековой.